Шесть убийств, вымогательства, аферы, грабежи, СКР завершил расследование уголовного дела ОПС вора в законе Пичуги. Следственные органы СКР в Республике Коми завершили расследование уголовного дела в отношении лидеров и участников ОПС, созданного вором в законе Юрием Пичугиным, Пичугой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Фигурантами по делу проходит 21 человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов и Сергей Ван Уйта, содержатся под стражей. В зависимости от роли каждому из обвиняемых инкриминирует создание преступного сообщества и участие в нем, статья 210 УК РФ, создание банды и участие в ней, статья 209 УК РФ. Шесть эпизодов убийств организованной группой, сопряженных с бандитизмом, покушение на убийство, статья 105 УК РФ, похищение человека организованной группой, статья 126 УК РФ, незаконный оборот оружия взрывчатки, статья 222 и 222.1 УК РФ, вымогательство. Статья 163 УК РФ, мошенничество, статья 159 УК РФ, и другие преступления. По версии следствия, Пичугин создал ОПС в период с 1992 по 1994 годы. К банде присоединялись ранее судимые люди, спортсмены, а также бывшие силовики и военные. Участники группировки занимались крошеванием бизнеса, собранные средства имущества передавались в общак, который также пополнялся за счет доходов от преступлений, которые совершали те, кто уже отбывал наказание или находился в СИЗО. Кроме того, участники банды занимались разбоем, крупными хищениями из продуктовых и промышленных магазинов, воровали нефтепродукты и совершали мошенничество с недвижимостью. С конца 1990-х Пичугин ввел единое для всех членов ОПК, Кодекс поведения и систему наказаний за его нарушения, а также правила безопасности и конспирации. С этого времени группировка приобрела присущие только преступному сообществу иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, систему конспирации и защиты от правоохранительных органов и масштабность действий. В арсенале ОПС были пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, обрез охотничьего ружья, приборы бесшумной стрельбы-глушители, патроны различных калибров и электродетонатор. Участники группировки совершили шесть убийств. В январе 2005 года в Сыктывкаре бандиты расстреляли бизнесмена, который вовремя не вернул долг. В мае того же года они убили одного из участников собственной группировки, который хотел выйти из нее. В августе члены ОПС расправились с мужчиной, который дал показания силовикам о реализуемых ими мошеннических схемах. В июне 2010 года был похищен и убит один из членов группировки, к которому были существенные претензии у ее лидеров. Мужчину со связанными руками вывезли на территорию производственной базы в поселке Верхняя Максаковка, удерживали там, а затем убили, ударив топором по голове. Тело бросили в заранее вырытую яму, облили горючей жидкостью и сожгли. В сентябре 2015 года жертвой бандитов стал директор ЧОП, на основании показаний которого в прошлом был осужден Юрий Пичугин и еще несколько участников банды. Мужчину расстреляли из автомата и пистолета возле дома по улице Первомайской в Соктывкаре. Эксперты насчитали более 20 огнестрельных ранений на теле погибшего. Правоохранители раскрыли ОПС только в феврале 2017 года. Материалы дела в отношении банды составили 311 томов. В рамках расследования было проведено 123 судебных экспертизы. Допрошено более 680 свидетелей. Проведено более 60 очных ставок и 200 обысков в различных регионах России. Материалы дела передали обвиняемым для ознакомления. СКР сообщает, что за время расследования с тремя фигурантами дела были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Материалы в отношении них выделены в отдельные производства. Обвинительное заключение в отношении одного из трех фигурантов утверждено. Дело в отношении еще двоих направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.